Дети, чрезмерно опекающих родителей, расскажите о самых ужасных и самых неловких моментах, через которые вам пришлось пройти. Когда я поехал учиться, родители звонили мне каждый день. Как-то раз, когда я учился на первом курсе, я должен был на выходные уехать вместе с братством, в которое я хотел вступить. Нам было запрещено брать с собой телефоны. Я сказал родителям, что уеду на три дня и попросил мне не звонить. Когда мы возвращались, зазвонил телефон у парня, подвозившего нас. Он протянул мне свой телефон и сказал, чтобы я позвонил родителям. Оказалось, что родители три дня не могли дозвониться до меня, приехали в колледж, обошли все мое общежитие и половину кампуса, спрашивая у всех, не видели ли они своего маленького сыночка. Мне тогда было 18 лет. Более того, они сумели достать у оператора распечатку моих последних звонков и сообщений. Они обзвонили каждого и сообщили им, что я пропал, спрашивали, известно ли им о моем местонахождении, включая девушек, которые мне нравились, но с которыми я не был хорошо знаком. Некоторым однокурсникам, знакомым, с которыми я не был особо близок. Когда я вернулся, мои встревоженные родители ждали меня в общежитии. Мой телефон был забит сообщениями от знакомых, которые спрашивали меня, в порядке ли я, и сообщали, что мои родители меня обыскались. Моя двоюродная сестра столкнулась с забавной ситуацией на первом курсе. Она заселилась в общежитии в одну комнату с девушкой, у которой была гиперопекающая мама. Ее мать несколько недель жила в тесной комнате общежития со своей дочерью и моей двоюродной сестрой, пока последняя, наконец, не убедила свою соседку выселить свою мать. Мать моего кореша чересчур его опекала. Мы поехали в колледж, который располагался в трех часах езды от нашего родного города. Мы пошли на вечеринку в бар, тем же вечером познакомились там с несколькими цыпочками. Его мама заявилась прямо на вечеринку, понятия не имею, как она нас нашла, схватила его за ухо и отвела в свою машину. После этого она забрала его домой. На следующий день она заставила его ехать в колледж вместе с его бывшей девушкой, с которой он расстался незадолго до этого. Видите ли, его матери не понравилось то, что они расстались, поэтому она так поступила. Изменено. Я думаю, она как-то отследила его телефон. Уверен, у них был подключен какой-то семейный тариф. Он сейчас женат на женщине, которая, как по мне, тоже очень властная. Эдипов комплекс в действии. Когда я была помолвлена с моим нынешним мужем, мои родители прочитали мне много длинных лекций о том, что я не должна опускать голову на его плечи и никогда-никогда не должна оставаться с ним наедине, так как это разбудит его инстинкты, что приведет к тому, что он изнасилует меня, и это будет только моя вина, потому что я сама его возбудила. Со временем эти лекции стали ежедневными и становились все абсурднее и абсурднее. К счастью, муж со всем этим справился. Сейчас мы намного более счастливы вместе, чем когда жили на другом конце страны вблизи родителей. Изменено. После нашей свадьбы, наоборот, начались лекции о том, что у мужчин высокая либидо, и я не имею права ему отказывать, иначе это вынудит его выбрать путь греха, и виноват в этом снова буду только я. Все эти поучения исходили от обоих моих родителей, они полностью сходились во взглядах. Вся моя жизнь представляет из себя бесконечную цепочку подобных ситуаций. Вплоть до того дня, когда я уехала учиться в колледж, меня всегда отправляли спать в 9 вечера. Причем после 20-30 мне запрещали пользоваться мобильным телефоном. Если ко мне приходили друзья, они должны были уйти еще до 19.00. Впервые мне разрешили пойти в гости к парню только тем летом, когда я окончила школу. Я должна была каждый семестр показывать родителям свои оценки, чтобы они могли убедиться, что я стараюсь в учебе. До последнего года учебы в школе я ездила туда на школьном автобусе, потому что мне не разрешали учиться на права, пока мне не исполнилось 17 лет. Отец прямо сказал мне, в каком я буду учиться колледже, потому что он был недалеко от дома. Когда я училась в колледже, я по-прежнему обязана была докладывать ему об оценках. Раз в неделю он навещал меня еще с тремя родственниками. Каждое лето я была вынуждена ехать домой на каникулы. Сейчас я хочу поступить в магистратуру и уехать в другой город. И каждый разговор с родителями заканчивается ссорой по поводу того, что я хочу съехать от них и начать новую жизнь. Когда я был маленьким, мне запрещали играть с девочками. Однажды я играл в парке возле школы с несколькими друзьями, двое из которых были девочками. Мама позвонила мне и спросила, с кем я играю. Я назвал имена лишь друзей мужского пола. Оказалось, что она следила за мной из бинокля. Парк был лишь в нескольких кварталах от нашего дома. Она увидела девочек, тут же приехала, устроила сцену перед всеми и забрала меня домой. Скорее всего, это была даже не самая худшая ситуация, в которую я попал благодаря ей. Таких моментов было очень много. Поделюсь не самой неловкой ситуацией, а той единственной, о которой мне не так стыдно написать. Когда мой телефон был не рядом со мной, моя мать постоянно копалась в нем, читала все, что там было. А потом сообщала какую-нибудь информацию, полученную из моего телефона, перед друзьями, родственниками, парнями, которые мне нравились. Однажды она нашла парня, в которого я была влюблена в фейсбуке, и написала ему охеренно длинное сообщение, которое я не захотела даже перечитывать. Мне известно только то, что оно очень смутило его, и он спросил меня, знал ли я, что она писала ему. Хуже всего во всем этом было то, что я никогда не чувствовала себя свободной, я всегда ощущала себя под наблюдением. Я никогда не была проблемным ребенком, но каждую ночь я чувствовала себя обиженной. Мне кажется, что я тогда не понимала, что могу сама распоряжаться своей жизнью. Я пока еще подросток, и мне до сих пор приходится терпеть чрезмерную опеку со стороны родителей. Мои родители взбесились, когда узнали, что я смотрел голодные игры дома у друга. Они реагируют так каждый раз, когда я смотрю какой-нибудь фильм, который рекомендовано смотреть только в присутствии родителей. А когда я смотрю такие фильмы с ними, они перематывают сцены с поцелуями и ругательствами. Мне запрещено тратить деньги, не согласовав с ними. Однажды я купил упаковку жвачки, не сообщив им заранее. Они не обрадовались этому. Короче говоря, мне пришлось целый час слушать их нотации, после чего у меня отобрали телефон на неделю. Мой папа установил на мой телефон приложение, с помощью которого он узнает, что я делаю в интернете. А также все мои звонки и сообщения. Он и этот комментарий увидит, но мне пофигу. Я не могу больше писать, иначе они заметят. Однажды мама приехала на мою работу, куда я ходила после школы, когда мне было 17 лет. Мама хотела удостовериться в том, что я на самом деле там работаю. Когда я пришла домой, она была в бешенстве и заявила, что не видела меня на моей работе. Хотя на самом деле она просто не доехала до конца стоянки, чтобы ее не увидели, потому что ее машина очень заметная. В тот период маме казалось, что я употребляю все известные на планете наркотики и сплю со всеми мужчинами нашего городка. Хотя я всегда училась только на пятерке и работала после школы и по выходным. Как она могла вообще вообразить, что у меня хватит времени на что-либо еще? Один из случаев, запомнившихся мне больше всего. Когда я училась в восьмом классе, мой двоюродный брат учился в одиннадцатом. И через него я подружилась со многими старшеклассниками. В конце года меня пригласили на выпускной. Мои родители заставили парня, с которым я собиралась туда идти и который был мне всего лишь другом, прийти к нам за две недели до вечеринки. Они расспросили его обо всем, о чем можно и нельзя спрашивать. Они записали номер его мобильного, домашний номер, адрес электронной почты. Он адекватно воспринял все это, потому что двоюродный брат заранее его предупредил. Когда настал день выпускного, мне не позволили ехать со всеми в лимузине. Мама сама отвезла меня в своем уродливом фургоне Астра, который походил на машину злого колдуна. И в него набились все мои родные и двоюродные братья и сестры. Когда мы приехали, она вышла из машины вместе со мной и спросила у распорядителя вечера, можно ли ей остаться. Слава богу, он сказал нет. А еще я должна была соблюдать комендантский час, не позже 20.30. При том, что мы приехали туда в 19.00. Меня лишили возможности пользоваться интернетом. Мне разрешали пользоваться ноутбуком только на кухне для выполнения домашнего задания. Родители заблокировали доступ на фейсбук. Я нашел сайты, с помощью которых можно было пользоваться чатом фейсбука. В 10 классе мне разрешили забирать ноутбук в мою комнату. Но отец каждый второй час отключал интернет на час с 8 утра до полуночи. В полночь он отключал интернет на ночь. Это было бессмысленно, ведь я не успевал все сделать за час, и мне приходилось целый час ждать, пока интернет снова включится. Отец узнал о сайтах, с помощью которых я заходил в чаты фейсбука и заблокировал их. Последние два года учебы в школе интернет стали отключать в час ночи. Функция родительского контроля была отменена. Я сходил с ума от счастья, смотрел сериалы по Нетфликс и переписывался со всеми подряд, что не могло не сказаться на моих оценках. Когда мне был 21 год, меня выбрали в суд присяжных, и отец пошел со мной в суд, потому что считал, что я не смогу справиться с этим сам. Я просил его не идти со мной, но он все равно увязался. Его остановила служба безопасности суда, и он устроил скандал из-за того, что его не пустили вместе со мной. Многие в здании суда были удивлены и смущены. Мне запрещали ходить на школьные вечеринки и на спортивные мероприятия в школе. И, конечно же, меня не пустили на выпускной. Когда мне было 19 лет, меня не пускали одну в торговый центр, всегда со мной шел отец. При этом он всегда держал дистанцию полтора метра от меня. Когда мне было 20 лет, я сказала родителям, что собираюсь купить себе сотовый телефон, что вылилось в крупную ссору, потому что они не хотели, чтобы я покупала телефон. Я начала работать еще в 15 лет и собиралась купить его на свои собственные деньги. Мне было запрещено запираться в спальне или в ванной, даже когда я была старше 20 лет. Решение переехать от родителей было лучшим решением в моей жизни. Помню, когда мне было лет 12 или около того, мы с мамой, младшей сестрой, которой тогда было 7 лет, пошли за покупками в костку. Появился мой отец, одетый как клоун, он часто наряжался клоуном на дни рождения. Он следовал за мной и моей младшей сестрой гудел в свою клоунскую дудку, кричал всем вокруг, что он наш отец. Он до сих пор иногда приходит ко мне на работу и просит коллег передать мне, что мой папочка пришел повидать меня. Мне сейчас 31 год. Кажется, я не зову его папочкой с 7 или 8 лет. Никто его так больше не зовет. Моя подруга росла под гиперопекой родителей. Мы были соседями, и когда она приходила ко мне поиграть, ее родители наблюдали, как она выходит из дома, пересекает лужайку, входит в наш дом. Войдя в наш дом, она должна была сразу же им позвонить. Изменено. Многие в комментариях пишут, что это вполне благоразумно. Я бы поняла, если бы она жила хотя бы в двух минутах от нас или на другом конце квартала. Но мы жили в пригородном таунхаусе. Мы жили на расстоянии не более 30 метров. Она доходила до нас за 15 секунд. Моя мама устраивала проверки моего телефона каждые пару дней. Она ни с того ни с сего просила меня отдать ей мой телефон, и мне приходилось это делать. Родители не признавали отношения с мальчиками. Они предпочитали ухаживание. Из-за этого мне приходилось держать в секрете все мои отношения. Однажды она потребовала мой телефон до того, как я успела удалить некоторые компрометирующие сообщения. Я точно знала, что там было несколько горячих сообщений от моего парня. Я протянула ей телефон, зная, что мне скоро придет конец. Я присела, но не смогла справиться с эмоциями. Встала и выбежала из дома. Я была в одной пижаме и даже не обулась. Некоторое время я бежала, затем перешла на шаг. Даже не заметила, что все это время ревела, пока не перестала бежать. Родители нашли меня только через 20 минут. Но в итоге я вышла замуж за того самого парня, который писал мне сообщения. Так что все сработало в мою пользу. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok